здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики рад приветствовать вас на своем канале посвященном исключительно теме создания картин из обычных фотографий с помощью арт-студии созданной как обыкновенное дополнение как для photoshop так и для любого другого графического редактора который поддерживает расширение фотошоповских плагинов и сегодня я хотел бы вновь обратиться к вашим письмам объединил некоторые просьбы и в сегодняшнем видеообзоре хотел бы поговорить о сравнении двух версий цифровой художественной студии в прошлых видеообзорах я рассказывал что теперь есть два самостоятельных проекта это полная версия цифровой художественной студии которая состоит из семи самостоятельных модулей условно разделенных по жанрам живописи и также появился и набирает популярность новый проект это компактная версия цифровой художественной студии который состоит всего из одного модуля но где представлены основные виды цифровой живописи начинающим цифровым художником этой версии вполне достаточно для профессионалов она также является хорошим дополнением при покупке полной версии как видите компактная версия встраивается как восьмой модуль рекомендую поскольку в компактной версии все стиле индивидуальные и практически ни один из них не повторяется в полной версии цифровой художественной студии здесь представлены основные жанры живописи как видите с множеством предустановленных стилей это и акварель и гуашь и условно живопись где есть тоже масса стилей на любой вкус ну и также представлен представлена классическая живопись маслом также как видите здесь множество предустановленных стилей в каждом из которых при выборе любого из них если мы нажмем на кнопку дополнительный контроль появляется дополнительное окошко в котором можно увидеть и какая кисть будет использована предустановленная и размер кисти все это можно регулировать самостоятельно можно использовать уже готовые шаблоны также можно менять предустановленную кисть на любую другую по этому принципу работают все модули как компактной версии так и полной как я обещал сейчас я сделаю небольшой сравнительный анализ компактной и полной версии цифровой художественной студии ну по компактному варианту мы не уже немножко пробежались теперь я хотел бы показать и рассказать немножко о полной версии цифровой художественной студии о ее модулях первый из них это модуль акварель как видите здесь масса стилей все стили настроены на профессиональное создание акварельного рисунка также если регулировать настройки кисти напоминаю что нажав на кнопку настройки появляется дополнительно окно и регулировать настройки непрозрачности кистей можно акварельные стили использовать также и для создания работы гуашью и прочими более плотными материалами и так один из модулей модуль акварель следующий модуль это идет под названием графика здесь также свои предустановленные стили как видите каждый из модулей назван по-своему и при его выборе вы не перепутаете название модулей это очень удобно здесь свои стили их также очень много следующий модуль условно назван живопись он также состоит в полной версии цифровой художественной студии чем примечателен именно этот модуль в нем все стили их не так уж и много но они все очень интересны тем что здесь одновременно отрабатывают или и прорисовывают фотографию сразу несколько кистей все стили настроены на разные кисти разное семейство кистей это также можно посмотреть в разделе кисть выбрав один из стилей так еще один модуль мы с вами рассмотрели следующий модуль полной версии цифровой художественной студии так и называется импрессионист но это новая версия знаменитого плагина как видите также увеличена интерфейс самого модуля окон предпросмотра ну естественно здесь индивидуальные стиле стиле вашей версии после покупки могут немножко отличаться от тех что стоят у меня поскольку здесь многие стилей у меня являются тестовыми но уверяю что все самые удачные и все самые интересные как стили так и кисти и текстуры я обязательно добавляю как в полный комплект цифровой художественной студии в какой-то из модулей которые соответствуют данному стилю либо добавляю в компактную версию цифровой художественной студии и затем всем кто приобретает тот или иной вариант бесплатно рассылаю стили кисти текстуры тем кто приобретает полный комплект то есть полную версию и компактную версию цифровой художественной студии для тех обновления идут и высылаются уже на оба проекта это очень удобно при этом я добавлю что те кто покупают либо полную версию либо компактную версию и при этом потом захотят купить второй вариант цифровой художественной студии допустим вы взяли компактную версию потом захотели еще приобрести полный вариант то вам предоставляется существенная скидка также те кто покупает полную версию цифровой художественной студии а затем хотят усилить ее творческий потенциал компактным вариантом то также предоставляется вполне неприличная скидка поэтому всем рекомендую брать как полную версию так и компактную ну это уже на ваш вкус смотря какие задачи вы хотите выполнять для обработки домашних фотографий побаловаться вполне достаточно компактной версии если вы хотите в дальнейшем заняться заработком то есть обрабатывать фотографии профессионального качества создавая из них профессиональные работы в любом жанре цифровой живописи то тогда рекомендую полную версию цифровой художественной студии так перейдем к следующему модулю я его назвал классический поскольку по просьбе многих пользователей тех кто уже покупал в цифровую художественную студию я добавил этот седьмой модуль здесь как видите так же все удобно в основном все стиле в русской версии цифровой художественной студии написаны на русском языке в основном все стили являются стандартными стилями встроенными в предыдущей версии плагина импрессионист но единственное что здесь я уже сделал свои настроечки добавил свои кисти несколько улучшил все эти настройки как видите здесь можно создавать картины и карандашом и маркером и мелком и пастелью очень все удобно чернилами то есть в принципе стили есть на любой вкус этим примечателен новый седьмой модуль дальше следующий модуль очень интересный который добавлен в полную версию цифровой художественной студии в русской версии он называется масло здесь также не очень много стилей но все они очень интересные поскольку в любое стиле добавлено кроме определенных кистей пастозных и которые отрабатывают фотографию под масло здесь еще встроены текстуры холстов что тоже очень удобно поскольку не нужно делать пост обработку картины накладывать какие-то текстуры здесь уже текстура встроена в саму арт-студию и при создании картины из фотографии скажем на холсте маслом текстура будет уже встроена в полной версии цифровой художественной студии есть также модуль наброски очень интересный модуль который я рекомендую для создания этюдов эскизов здесь очень много стилей поэтому можно выбрать на любой вкус это вкратце о самих модулях как полной версии цифровой художественной студии так и компактного ее варианта при этом я постоянно говорю в русской версии потому что есть еще полностью англоязычная версия цифровой художественной студии так же как полного ее варианта так и компактного многим удобнее работать в англоязычной версии поэтому здесь нет проблем пожалуйста можете при покупке заказывать либо английскую версию либо русскую версию цифровой художественной студии это собственно все о цифровой художественной студии теперь немножко о комплектации как видите вот цифровая художественная студия полностью располагается в папке плагинов photoshop достаточно просто скопировать эти модули папку с плагинами и она при перезагрузке photoshop цифровая художественная студия появляется у вас также в комплектации полной версии есть еще одна папочка она называется custom brush то есть дополнительные кисти здесь множество дополнительных кистей если вам не хватает при работе с каким-то из модулей тех кистей что там предустановлены в каждом из модулей также более 400 500 кистей то можно выбрать еще дополнительные кисти которые находятся вот в этой дополнительной папке при этом также в нее можно добавлять кисти которые вы захотите сделать сами как делать кисти и прочие прочие нюансы с технической стороной работы арт-студии пожалуйста смотрите на моем канале все эти темы я освещал поэтому можете новые кисти добавлять в эту папку чтобы затем быстро их можно было найти ну и вот собственно семь модулей полной версии арт-студии и также компактная версия состоит всего из одного модуля в которой предустановлены свои стили свои кисти как видите их здесь очень много в компактной версии цифровой художественной студии вот здесь вот видите больше тысячи кистей то есть я думаю есть кисти на любой вкус также множество текстур большинство из которых авторские высокого качества для создания работ как акварели так и масла акрила гуаши текстуры бумаги холстов но я думаю что в каждой в любой из версий цифровой художественной студии каждый найдет для себя интересные стили и предустановленных стилей кистей будет достаточно ну и теперь давайте немножко поработаем для того чтобы закрепить наш видеообзор очередным созданием картины из фотографии давайте создадим вот такой натюрморт вот из этой фотографии сегодня поскольку я перевел интерфейс фотошоп на русский язык и рассказывал о русской версии цифровой художественной студии то мы и будем использовать один из модулей русской версии цифровой художественной студии при этом для тех кто покупает один из вариантов цифровой художественной студии эти вопросы можно оговорить пишите мне на почту я предоставляю еще дополнительно несколько экшенов как для русской версии арт-студии так и для английской и вот сегодня мы создадим работу с помощью экшена это очень удобно для начала давайте добавим изображение в буфер обмена всего-навсего нажмем на треугольник воспроизведения и наши исходник фотографии уже находится в буфере обмена теперь следующий пункт вызываем сам модуль просто так же нажали на треугольник и автоматически у нас вышел модуль импрессионист так же как и в названии давайте выберем один из стилей при этом как видите остальные настройки я практически не трогаю поскольку все стили настроены довольно интересно профессионально можете посмотреть какой будет результат и применяем этот стиль к нашему изображению сейчас посмотрите какой результат при однократном применении данного стиля как видите я сделал всего одну обработку исходного изображения и меня вполне устраивает этот результат то есть даже при однократном применении одного из модулей цифровой художественной студии результаты вполне впечатляющие теперь уже это не фотография а вполне художественная работа выполненная либо акрилом либо гуашью поскольку текстура не ярко выраженная именно в данном случае но работа в любом случае интересная кстати вот здесь я выполнил еще один вариант этой работы здесь этот вариант я сделал в компактной версии цифровой художественной студии здесь и появилась своя выразительность словно рисунок выполнен на картоне и таких стилей как я вам уже показывал большое количество поэтому пожалуйста все кто желает пишите мне на почту определяйтесь с той версии которую вы хотите приобрести либо полную версию цифровой художественной студии которая состоит из 7 модулей либо компактный вариант а может быть и сразу обе версии одновременно пишите заказывайте пожалуйста также напоминаю что всем кто приобрел цифровую художественную студию я всегда отвечаю индивидуально пишите мне на почту всем обязательно отвечу бесплатные консультации бесплатные рассылки новых стилей и кистей все это я вам обещаю всего доброго до свидания до новых встреч